Моему разочарованию... Всем привет! Моему разочарованию сегодня нет предела. Мама вот держит канал. Всем здравствуйте! А у меня прекрасное настроение. Ну давай, давай, рассказывай про свои ужасы. У меня плюс 700 грамм опять. Я так расстроился. И, ну, я понимаю умом, что, в принципе, расстраиваться чего? Значит, они потом снова уйдут. И непонятно, почему они вообще пришли. Потому что мы ели как положено. И ходили тоже как положено. И ходили как положено. В общем, это какой-то катаклизм. Вот кто видит, там Бася села на своё место и делает свои дела. Это сейчас очень важно. Это перед выходом. Она всегда старается, чтобы мы её взяли. Всегда старается всё быстренько сделать. Мы с хорошей девочкой. Да, чтобы всё-таки наверняка уже взяли. Ну давай, рассказывай про свои новости. У меня минус 300 грамм. И в целом получилось, сколько я сказала? Два килограмма ушло? Да. Или два сто? Да. Ну, я считаю, что я иду по плану. До 7 сентября. У меня три недели с лишним ещё до начала конференции. Но я вам хочу сказать, что вчера мы прошли почти больше 9 километров. Правда, вчера всё это с приключениями было. В общем, как-то не в удовольствие. Даже не хочу рассказывать, что было. Да, но было с приключениями. И, значит, у меня ужасно кружилась голова. Вообще всё как-то... Очень плохой день. Не сложилось всё. Когда мы пришли домой... Вот почему-то Аня вчера вам этого не рассказала. Но мы когда пришли домой, я померила давление. У меня было сильно пониженное давление. У Ани тоже. И, в общем, что-то невозможно было. Может быть, ещё из-за этого у меня это произошло. Я же не знаю. Но дело всё в том, что, понимаете, вот вчера, на самом деле, мы даже есть не хотели. То есть, ну, нормально так питались. Сегодня мы позавтракали, прошло совсем немного времени, и мы опять хотим есть. Слышать хочет, хочет. Вообще. Поэтому мы перед выходом на улицу вот решили немножечко побаловать себя. Да, вот такой вот... Едой? Вот она перед нами лежит еда. Арахисовая паста с тремя орехами, тут ещё кэшью и лесной орех, фундук. Немножечко. И пойдём дальше. И ещё я хотела сказать... Вот мы вчера показывали, какую еду мы едим и сколько раз в день мы едим. У меня есть ещё один подход к снаряду, можно сказать так. Я обязательно утром выпиваю коктейль протеиновый. Аня не пьёт. Поэтому у меня всегда на один приём пищи больше. Я без коктейля просто не могу жить, поэтому я обязательно его пью. В общем, всё плохо? Нет, всё очень хорошо, всё идёт по плану, всё замечательно. Нас ведут в тюрьму. Куда нас ведут? В тюрьму. В какую тюрьму нас ведут? Ну ты что говоришь-то? В тюрьму ожирения и ужасов. Да ладно, перестань, ни в какую тюрьму нас не едут. Вон у меня как было. Плюс 800, потом минус 700, потом минус 300. Да, всё идёт по плану. Нет, на самом деле в организме что-то происходит. Перестройки какие-то. Перестройки, конечно. Вы представляете, сколько на самом деле гадостей выходит, если мы вот столько мороженого ели. И столько сладостей, столько всяких печенюшек, всего-всего-всего-всего. А сейчас организм в шоке, организм в ужасе, его одной морковкой кормят. В общем, я чувствую, сегодняшний влог будет, вот мы обе так вот разговариваем, и всё. Ну всё, в общем, я пожаловалась на свою ужасную жизнь, мама порадовалась. Всё прекрасно, всё замечательно. Огромное вам спасибо, вы такие классные комментарии нам оставляете, что мы так веселим вас. Пока. Надеюсь, сегодня ещё встретимся. Я на самом деле присоединилась к нашей бурной беседе с мамой, только для того, чтобы вам чуть-чуть рассказать. Мы съели сегодня большой арбуз, так что я опять не знаю, что завтра будет. Но по калориям вроде как всё прошло. Мы погуляли чуть-чуть, но пошёл дождь, и мы метнулись обратно домой. В общем, нужны резиновые сапоги, и нужно всё время брать зонтик с собой. Теперь только так, потому что жара прошла, лето прошло. В общем-то и всё. Ещё я хочу сказать, что мы вас очень любим. Обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Надеюсь, что все ваши планы реализуются. И до завтра. Пока-пока.